Рикотта нам будет нужна как начинка для бураты А сливки у нас будут в бурате? Сливки будут со стречетелой Это будет другая начинка для бураты Все запутала, но мы это все посмотрим Я думал бурата это внутрь сливки Традиционная итальянская бурата это стреча Это такая как лапша, все правильно она выглядит как рваная лапша Ну не лапша, это сырная масса Это как раз та же масса, которая из моцареллы, из той же массы делается Вот она у нас пока заготовка Значит она плавится, растягивается в нити И после этого прям рвется на волокна Разрезается на удобные размеры и заливается сливками Это мы поговорим А нынче ты хочешь еще и туда эту самую рикотту положить Это второй вариант можно сказать Вариация Вторая вариация, да То есть традиционно это не делается Но мы пробовали так на мастер-классах Пробовали, это очень вкусно тоже получается Поэтому вполне можно заменить стречетелу со сливками И кстати будет менее жирно Будет очень нежная начиночка такая Но не такая жирная, потому что сливки со стречетелой они жирнее Домашнее сыроделие это всегда эксперимент Для начала, так как нам нужна стречетелла для бураты Я сделаю немножечко лапшички Круть Вот из этого можно То есть вот для лапшички нам все-таки нужно тоже вот этими лентами Для лапшички, да, нужно То есть так же вот мы ее вот Ну вот мы ее буквально вот опускаем Она Вода здесь сколько градусов? Здесь 6 градусов 6 градусов То, что мы сделали Такую лапшичку, скажем так Мы сейчас это Прямо разрываем вот так вот На ниточки Прямо на волокна такие Так И разрезаем И это у нас будет начинкой для бураты Вот это вот фактически и есть стреча Листрочетелла Вот это? Да? Рваная Рваная моцарелла Рваная моцарелла И опускаем сливки А сливки у нас откуда взялись? Сливки у нас Мы подготовили вчера из нашего молока Ну вот Вот фактически вот это вот Начиночка такая Это для бураты нужно? Это для бураты Не для моцареллы, для бураты Это начинка для бураты Да Бурата делается Так вот То есть без шарика Без шарика Это как бы вот Такой вот Мешочек формируется Ну скажем так Итальянцы делают по-разному Ну по сути дела Мы формируем мешочек В лепешку В лепешку, да И в нашем случае Вот Например мы рикотту туда добавляем Бурата с рикоттой Да И формируем Ну побольше немножечко Я тут мало так сделала И формируем Как бы мешочек Опускаем Опускаем так же То есть здесь делаем мешочек Опускаем нашу стричтеллу На самом деле можем сюда же и рикотту Ох И формируем такой мешочек Вообще это формируется Ну сама форма придает В холодной воде Потому что Нагретое Сырное такое вот тесто Оно начинает В разные стороны расползаться А уже в воде Оно приобретает определенную форму Бурата Помимо того Что вот как мы делали Еще завязывается Также можно завязывать Сделать лапшичку Заранее Как мы стричтеллу делали Мы ее порвали На бурату можно сделать Эту же косичку Только не распределять ее на волокна А оставить В виде веревочки И потом бурату Этот мешочек завязать Вот здесь вот завязывается Как бы по горлышку И Она уже не растекается И завязываем Нашу Бурату И так вот завязываем Субтитры делал DimaTorzok